Друзья, приветствую вас, с вами Станислав. Приветствую на нашем канале Гироскутер Шоп. Сегодня мы с вами познакомимся с новинками в сфере электротранспорт. Это электроснегокаты детские, но на самом деле с характером. И сегодня мы в этом видео поговорим почему, из чего они состоят и на что они способны. Поехали! Итак, друзья, сейчас на своих экранах вы видите два электроснегоката. По внешним параметрам они немножко отличаются, но сама суть она одинакова. Итак, давайте посмотрим вообще из чего они состоят и что из себя представляют. Вообще, на самом деле, само по себе за основу взят обычный снегокат детский, который все прекрасно знакомы, наверное, да, то есть у кого есть дети. То есть система, она проста достаточно. Сюда поставили мотор-колесо, контроллер, провели проводку и установили аккумулятор. И, соответственно, поставили газ в виде мотоциклетного формата. Все. Простота, достаточно простая конструкция сама по себе. Давайте с вами сейчас поговорим о этих двух моделях, чем они отличаются, на что они способны. Я начну, наверное, слева от меня снегоката классического формата, который, в принципе, знаком, я думаю, по внешнему параметрам многим. Это у нас с вами Snow Drive, он же Simply, он же Volt Go его называют. То есть разное название, на самом деле, но суть она одинакова. В принципе, электроснегокат Simply на 36 Вольт и 7,8 Ач аккумулятор литий-ионный. Это обновленная модификация. На предыдущих модификациях у них были емкости аккумулятора 6 Ач, но здесь у нас максимально 7,8 Ач. По заявлению производителя, максимальная скорость здесь у нас с вами до 20-25 км в час разгоняется, а пробега на одной зарядке до 20-25. Но, как и ранее во многих видео я говорил, что любой пробег, так же как скоростные параметры, зависит от многих факторов. Это вес райдера, манера из них, конечно, погодные условия. Учитывая, что это у нас с вами электроснегокат, то есть, соответственно, он должен кататься по снегу, по укатанному снегу и, соответственно, предусмотрены на минусовые погодные условия. Учитывая вот эти все параметры, конечно же, пробег будет, я думаю, что чуть поменьше, то есть, заявленных 25, я думаю, что примерно, наверное, 15-20 км. Но, опять же, это все в индивидуальном формате будет. Давайте с вами посмотрим, из чего он вообще, как он сделан. Ну, акцентировать внимание там на лыжню я, наверное, не буду, потому что конструктив, он самый ясеный, я думаю, для многих, кто сейчас смотрит на экране. Обычный снегокат. У нас здесь с вами установлен мотор-колесо. Мотор-колесо стоит у нас с вами на 400 ватт, по заверению производителя. Очень схож на систему мотора-колеса, как Kuga M4 серия. Покрышка 10 дюймов. Покрышка идет с металлическими шипами для лучшей цепкости с укатанным снегом, либо ледяными покрытиями. Покрышка у нас с вами идет 255 на 80. В принципе, по покрышке стандартно 10 дюймов, но при нематические камерные колеса надуваются. Здесь у нас с вами стоит подвеска справа и слева. Подвеска отрабатывает достаточно хорошо. Можно это видеть на экране. То есть, ездить будет достаточно комфортно. Плюс ко всему, у нас с вами колесо, оно не стоит как вкопанное, знаете, вот так, да. То есть, оно у нас с вами, видите, ходит, да, ход на нее есть. То есть, в принципе, система конструктивно сделана достаточно достойно. Учитывая того, что Симпли само по себе снегокат уже второй сезон на рынке, и по ним нареканий как таковых нет. Сзади у нас с вами стоит пластиковое крыло, чтобы снег не бросал, грязь не бросалась, которая будет закрывать покрышку хорошо полностью. То есть, в принципе, на спине на вашей ничего не должно лететь, на вашу спину. Конструктив такой. Здесь у нас с левой стороны выходит силовой кабель. Силовой кабель у нас с вами проходит вот здесь вот. И идет сюда с вами в сумку кейса. В сумке кейса у нас с вами располагается уже все основной конструктив. Это аккумуляторы. Аккумуляторы литий-ионные, можете обратить внимание, на 7,8 Ач. Сейчас я вам отключу, покажу, как это снимается. Здесь у нас с вами находится контроллер. Сейчас отключим силовой кабель и вытащим аккумулятор. Вот здесь мы с вами видим аккумулятор 7,8 Ач. Элементы 18650. Достаточно удобный, на самом деле, аккумулятор с точки зрения, если вы катаетесь или планируете, например, большие пробеги или долго кататься, или у вас большая семья, можно докупить отдельно аккумулятор в нашем магазине. И, соответственно, когда вы выходите кататься, брать их с собой, то есть сел аккумулятор, просто силовой кабель отсоединились самостоятельно, убрали его в карман или брюкзак, и новый аккумулятор поставили и продолжили движение. Соответственно, сколько аккумуляторов скупите, столько, соответственно, можете и проезжать. Сейчас подключим его обратно. Подключение тоже все элементарно просто. Ничего сложного. Все, подключили. Контроллер у нас с вами здесь положили тоже в термоусадку, производитель. Сейчас отсюда вытаскать его не будем, то есть он 36-вольтовый стандартный. Все, мы подключили аккумулятор обратно. Давайте с вами перейдем на систему управления. Здесь у нас с вами стандартный фар стоит, но фара, она у нас не подключена к контроллеру и к аккумулятору, да, то есть она отдельная, на батарейках. С одной стороны, знаете, ее достаточно хватает, то есть в вечернее время, конечно, сейчас светло, но попробуем включить. Не будет съедать ваша емкость аккумулятора. Стоит звонок велосипедного формата, здесь тоже установлено. Справа стороны у нас вольтметр идет. Вольтметр с ключом зажигания и с брелком. О брелке я поговорю с вами немножко позже. Здесь у нас справа газ стандартного формата. Сейчас он заряженный, на 38,4 показывает. Ну, конечно, под нагрузкой большой, сейчас минусовая погода, где-то минус 8, минус 9, соответственно, небольшая просадка, она идет. Поговорим с вами о системе торможения. Система торможения здесь два формата у Симпли. Повторю, что это категория снегокатов Симпли, Вольт Гоу называется, да, то есть есть на базе тоже Барс, они практически идентичны. Есть небольшие, отличные, но так все то же самое. Касаемо тормозов. Стандартный тормоз у нас механический, который на всех снегокатах стоит, то есть им можно оттормаживаться. Ну, и также у данного снегоката имеется электронный тормоз, то есть при торможении ручкой тормоза у вас срабатывает торможение мотор-колесом. Ну что, с правой стороны мы также с вами видим тумблер переключения скорости, то есть сейчас вот первая стоит у меня. Я еду на первой скорости. 80 килограмм, друзья, кстати, хочу обратить внимание еще раз. Это вторая скорость и третья. Но третья у нас будет не вперед, не драйв, а реверс. Смотрите, друзья, задняя скорость, на самом деле, она... Кто-то скажет или подумает, что зачем она нужна, но честно скажу, учитывая, что у меня у самого дети, да, то есть, например, вы катаетесь где-то, да, ребенок куда-то заехал, то вам нужно подходить, поднимать снегокат, либо переворачивать, то есть, лишнее телодвижение делать. Здесь уже, в принципе, упрощено. Ребенок может включить скорость реверс, да, и потихонечку двигаться назад. Если вы видите сами на экране, что с моим весом 80 килограмм, он справляется спокойно на укатанном снегу. Итак, сейчас включил вторую скорость, попробую покататься. Так, задняя скорость. И задняя скорость справляется. На самом деле, знаете, в детстве ничего такого не было похожего. Вот сейчас, вот, честно говоря, это не только для детей какая-то... Это средство передвижения даже, можно сказать, не то, что игрушка, но... Мне, как взрослому, хочется, если честно, поиграться и погонять. Поэтому, на самом деле, если хотите для себя вот игру какую-то, такое движение, то есть, вы, как родители, можете тоже понаслаждаться, покататься, получить удовольствие, эмоции. Потому что, честно, вот у меня вызывает эмоции положительно. Вы видите, наверное, сами на экране улыбку мою. Ну, классная история. На самом деле, великолепный будет подарок на Новый год. Да и так вообще просто нашим детям сделать подарок необычный, запоминающийся. Ну, и тем более, мы наших детей будем знакомить с тематикой, с электрикой, с электроникой, да, с электротранспортом. Вот, им тоже очень будет интересно понимание конструктивы вообще и что как. Здесь вот сейчас небольшой у нас лед. Сейчас посмотрим, как на льду. Здесь даже не то, что небольшой лед. Здесь прям лед-лед, да, то есть на коньках можно кататься. Посмотрим, как сейчас снегокат будет сейчас себя вести. Вот, смотрите, он цепляет металлические покрышки, да, то есть вот шипы и ведет себя хорошо. Конечно же, это не снегоход, это нужно учитывать. Какие-то большие углы наклона данный снегокат он не будет преодолевать, но тем не менее, те задачи, которые он изначально разрабатывался и производился, он справляться с ними будет. Это российская разработка, российское производство. В принципе, снегокат сам по себе конструктив, это произведено в Китае, да, там, комплектующий тоже, но сборка происходит в России. Здесь, я считаю, что для детей, там, возраста, там, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 лет более чем будет достаточно. Тем более, как вы видите сами, еще раз повторюсь, да, там, с моим весом 80 килограмм, мне 36 лет, да, то есть снегокат тянет меня спокойно, я еду спокойно, наслаждаюсь ездой, да, и с вами веду диалог. Мне интересно ваше мнение вообще, что вы думаете по поводу этой истории, по поводу снегоката и как вам вообще нравится, не нравится. Очень будет полезно для нас и интересно ваше мнение. Оставьте, пожалуйста, комментарий, ну и поддержите лайком обязательно. Итак, друзья, давайте поговорим с вами о пульт, который у управления есть, да, что он из себя представляет. Смотрите, вот, допустим, у вас ребенок начинает кататься, да, то есть ездит, вы как родители гуляете, пульт взяли сразу к себе, и ребенок начинает, например, куда-то уезжать, куда не нужно, либо, например, как-то ездить не так, как вы хотели бы, да, и вы ребенку говорите, ну, на самом деле, друзья, сами вспомните себя в детстве, да, так же, как могу смело сказать, я не всегда слушался родителей, да, то есть где-то мы немножко озорничали, скажем так, да, озоровали. Вот, а что этот пульт дает вам? Вот сейчас смотрите, вот, нажимаю газ, да, то есть я еду. Сейчас вот пульт, вы видите, я нажимаю кнопочку А, загорается пульт, нажимаю газ, я не еду. То есть пульт позволяет вам, как родителю, родительский режим блокировать удаленно движение вашего ребенка на снегокате. Дистанция по завелению производителя максимум 100-150 метров, и для того, чтобы разблокировать, вы нажимаете кнопочку Б, все, видите, я еду, все, пожалуйста. Друзья, самое главное, я не забыл вам сказать, по поводу стоимости. Стоимость данного снегоката Симпли на момент съемок сейчас цена 38 тысяч, более актуальную цену на момент просмотра вами в видео, можете видеть под видео ссылку на этот товар и посмотреть актуальную стоимость. Итак, друзья, давайте с вами перейдем на следующий снегокат, это Ника Китс. Видите, что он отличается внешне у нас в визуалите. Снегокат, честно скажу свое мнение, да, то есть визуально он выглядит, конечно, по-современному, хай-тековски, стильно, такой весь какой-то космический корабль. Но давайте перейдем с визуального эффекта на конструктив и посмотрим с вами технические его возможности. Сам снегокат также основа, база обычного снегоката. Также интегрировано сзади с вами мотор-колесо. Мотор-колесо по заверению производителя на 500 Вт, немного мощнее, чем предыдущий модификация, предыдущий снегокат, который мы с вами снимали. Сзади также имеется подвеска. Подвеска немножко отличается от того снегоката, который мы снимали. Вот, подвеска отрабатывает, мы с вами видим. Силовой кабель у нас проходит вот здесь, вот вы видите, от мотора колеса. И мы с вами можем обратить внимание, перевернув снегокат, где у нас находится с вами аккумулятор. Аккумулятор вот у нас с вами здесь. Аккумулятор у нас, в принципе, съемный, но не так быстро, как хотелось бы, но снять его, в принципе, возможно. И поменять также на заряженный аккумулятор. Что касаемо дополнительных опций, здесь есть у нас с вами диодная подсветка, как вы видите. Вечером вообще будет очень эффектно. И самое главное, заметно. И, видно, вы будете видеть своего ребенка на расстоянии, где он у вас катается, и передвигаясь на этом электроснегокате. Здесь у нас с вами, спереди вы видите фара. Фара интегрирована, она встроена в корпус. Выведена, подключена к аккумулятору. Система стандартная, в отличие от других производителей. И самый немаловажный фактор для многих, может быть, оказаться, это то, что здесь уже есть наличие спинки для заднего пассажира. То есть, если вы катаетесь вдвоем, то заднему пассажиру будет удобно, облокотившись на нее. Ну, честно скажу, да, там в моем детстве были санки в основном, да, то есть, но бывало, встречал я как-то несколько раз и снегокаты. У меня, в основном, снегоката не было, да, то есть, но на горках я встречал, скажем так, снегокаты. И они были вот такого формата, спинок не было. И мы катались и без спинок. Поэтому здесь, наверное, более, как-то, скажем так, зона комфорта, да, то есть спинка. Ну, а тут, друзья, кому как. Кому-то со спинкой, кому-то без спинки. Здесь уже смотрите сами. По визуальному, внешнему стилю вы увидите. Они, отличия есть, да, то есть, он черный с красным. Также есть в таком исполнении и в другом цвете, в белом. На экране вы увидите сейчас фотографию. По ссылке под видео вы также найдете на нашем сайте в двух цветах этих снегокаты. Ну, давайте покатаемся, попробуем тяговиться, посмотреть, как он едет и систему управления. Кстати, давайте посмотрим, как здесь вот система управления выстроена. Здесь у нас с вами кнопка включения света стоит. Здесь тумблер при включении скорости, то есть первая, вторая, третья. По заявлению производителей, на первой скорости максимально мы с вами можем разогнаться до 8 км в час, на второй 12 км и третья максимально до 20-25 км. По заявлению производителя, максимальная скорость данного снегоката составляет 25 км и пробег на одной зарядке до 25-30 км. Здесь аккумулятор у нас также идет литий-ионный на 36 вольт и 8,8 ампер-часов. То есть, соответственно, пробег будет немножко больше. Внизу у нас с вами сигнал. На самом деле он просто стоял на морозе и, наверное, мне кажется, чуть-чуть подморозился. Конечно, такой прям звук смешной. Ну, ладно, перейдем к делу. Справа стороны у нас с вами стоит также вольтметр с ключевым зажиганием и газ мусклетного формата. Давайте попробуем покататься, посмотрим его тяговиться. На третьей скорости еду. Ну, друзья, что могу сказать? По ощущениям тяговица данного снегоката очень хорошая. Мне она очень нравится. Пока не могу сказать, что отличие сильное какое-то есть от того снегоката, который снимали предыдущий, ну, самый первый, да. Но, тем не менее, справляется с задачей хорошо. Своим весом 80 килограмм он тянет. Насчет комфорта. Вот мне, как взрослому, с весом 80 килограмм и с ростом 178 сантиметров, честно скажу, покомфортнее было на том снегокате. Вот честно скажу. Ну, учитывая, что снегокат сам по себе конструктив, он сделан для детей больше, да. То есть, соответственно, делайте выводы, что для детей будет удобно и тот снегокат, и этот снегокат. Здесь у нас с вами нету задней скорости, нужно учитывать этот момент, и нету пульта. Но, в принципе, кому-то он и не понадобится, кому-то он нужен, здесь уже на вкус. Но визуально, скажу честно, да, красивый очень снегокат. На самом деле, очень хорошо, чувствуется очень хорошо, тянет сейчас снегокат. Я вот сейчас разогнался, но, в принципе, снегокат был заряжен данный практически максимально, в отличие от первого снегоката, который мы с вами снимали. И справляется с задачами очень хорошо. Габариты, технические характеристики, веса данного снегоката вы можете видеть сейчас на экране, друзья. Для более внимательного ознакомления нажмите на паузу, ознакомьтесь, посмотрите. По заявлению производителя максимальная нагрузка данного снегоката составляет до 100 килограмм. Ну, на практике могу сказать, что это смело, так оно и есть как минимум, потому что вес, повторюсь, мой 80 килограмм, плюс одежда, то есть там все 85-87 килограмм точно есть. Покрышки здесь такие же стандартные, 10 дюймов идут, камерные колеса с металлическими шипами, цепкость достаточно хорошая. И тормоз здесь у нас с вами обычный, механический, вот как на обычном снегокате. Попробуем зайти в поворот. У-ху! У меня вопрос, почему у меня в детстве такого не было, честно, друзья, я не знаю. Сейчас у наших детей такие возможности, скажем так, такие гаджеты, такие устройства, которых, конечно, в нашем детстве не было. Ну что, поехали кататься. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с новинкой в сфере электротранспорта, это электроснегокаты, детские, но со взрослым характером, вы сами видели на экране. Мне очень интересно ваше мнение, оставьте, пожалуйста, комментарии, как вам вообще сама тема электроснегокатов, какой снегокат вам больше понравился, ну и, конечно, интересно, просто обратная связь. Я вас жду к нам на тест-драйв, приезжайте, у нас бесплатный тест-драйв, можно приехать с ребенком, если снег будет и погода позволяет покататься, посмотреть, выбрать, также можете взять доставку. Выбор снегокатов у нас на сайте огромный, можете по ссылке зайти и посмотреть. И самое интересное, забыл добавить, это по стоимости данного снегоката, на момент съемок он составляет 49 тысяч рублей. Более актуальная цена на момент вашего просмотра, вы можете увидеть ссылки под этим видео. Ну, а с вами был Станислав, приезжайте к нам в магазин. Магазин, напомню, находится у нас территориальный, это метро 1905 года, торговый центр электроника на Пресне, 200 метров от метро, также имеется парковка. Приезжайте, будем рады. Огромный ассортимент, огромный выбор любой электротранспорта, тематики снегокаты, скутеры, самокаты, велосипеды. На любой вкус, с хорошими подарками и с хорошими ценами. Всем удачи, всем пока!